Это Любовь Соболь. Источники сообщили, что причиной утечки воздуха на МКС стал производственный брак при сборке на Земле. Утечку обнаружили в ночь на 30 июня. После этого космонавты нашли дырку, вероятно, от дрели, в обшивке корабля «Союз». Да-да, в обшивке космического корабля нашли дырку от дрели, и это не шутка. Теперь СМИ пишут, что она появилась из-за халатности при сборке. Предполагается, что сборщик допустил ошибку, но никому об этом не сказал и просто заделал трещину клеем. В космосе клей, естественно, высох и появилась утечка. После такой информации глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пока рассматриваются разные версии, а потом не исключил, что воздействие дрелью на «Союз» произошло уже в космосе. Просто осознайте, о чем идет речь. Сборщик космического корабля случайно сделал дырку дрелью, никому не сказал, задел ее клеем и корабль полетел в космос. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно. И это уже не первый случай для нашего космоса. В июле 2013 года при взлете упала ракета Протон-М. Именно во время этого запуска ведущий сказал знаменитую фразу «что-то, кажется, идет не так», когда ракета уже начала падать. Причиной падения оказались перепутанные полюса датчиков угловых скоростей. То есть из-за того, что кто-то закрепил датчики вверх ногами, упала ракета стоимостью несколько миллиардов рублей. И вся страна видела это в прямом эфире. В марте 2017 года стало известно, что больше 70 двигателей для ракет Протон оказались дефектными. При сборке использовали не тот припой. Бывшая глава Роскосмоса рассказала, что одна из причин этого – то, что кладовщица получила серьезную травму и не было преемственности в работе кладовщиков. На этом фоне Дмитрий Рогозин, который раньше был вице-премьером, советует американцам батут использовать и про базу на Луне рассказывает. «Эй, чувак, у нас в космических кораблях дырки от дрели и датчики перепутаны. Какие базы на Луне? Может, сначала с дырками вопрос решишь?» Пока точно могу сказать одно – свой же личный вопрос Рогозин решил. В 2016 году стало известно, что он и его семья владеют трехэтажными, квартиры в Москве площадью 346 квадратных метров. Ее оценочная стоимость – 500 миллионов рублей. Да и с карьеры его сына Алексея Рогозина все тоже неплохо. Он работал в Минобороны, а сейчас возглавляет знаменитый авиационный комплекс имени Илюшина. Очередной талантливый ребенок. С нашими чиновниками так часто бывает. Специалисты прекрасно понимают, как все устроено в нашем космосе. Вот как прокомментировал последний случай с дыркой от дрели научный журналист Виталий Егоров. «Это вопрос культуры производства. Но я не исключаю вариант, что про дырку мог знать кто еще – какой-нибудь начальник цеха или еще кто-то. Но поскольку сроки горели, решили дырку заклеить. Все это дичь, потому что на Земле знали, что запускают людей. И это нехороший симптом». Увы, дичь коснулась уже и космоса, который всегда был гордостью нашей страны. Министерство юстиции предложило ужесточить работу некоммерческих организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ. Чиновники хотят обязать такие НКО заранее представлять госорганы программы и другие документы. Там в течение месяца будут решать, позволять ли работать. Организациям, которые нарушат запрет, будут угрожать закрытие. В России очень опасна ситуация с ВИЧ. В августе прошлого года руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что зарегистрировано уже более 1 миллиона инфицированных. Из них умерло почти 260 тысяч человек. По данным ООН, Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ после ЮАР и Нигерии. В Москве заболеваемость выросла на 20%. В некоторых городах доля ВИЧ положительных уже превышает 3%. Самый высокий процент в городе Оргск Оренбургской области. Там болеет каждый 29 человек в городе. Если вы едете в заполненном автобусе, то с вами будет как минимум один ВИЧ инфицированный. Просто представьте это. И вот в таких условиях власти решили усложнить работу некоммерческим организациям, которые занимаются профилактикой ВИЧ. Вместо того, чтобы бросить все силы на борьбу уже буквально с эпидемией и принимать любую помощь, чиновники заняты придумыванием новых барьеров для НКО. Чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля. Об этом прямо заявил генсек ООН Мишель Сидебе. Слышите, господа чиновники, у нас в стране эпидемия ВИЧ. Эпидемия ВИЧ. Вы должны бить во все колокола и принимать любую помощь и проявлять любую волю. Пока не стало слишком поздно и Россия не обогнала и африканские страны по уровню заболеваемости ВИЧ. Директор элитной школы на Урале рассказала, что советует детям смотреть Первый канал. Галина Маслика является не только директором школы, но и депутатом Гордума от Единой России. Своим ученикам, которые интересуются политикой, она советует смотреть Первый канал и Россия 24. Ну еще бы, ведь по Первому каналу фильмов о коррупции премьер-министра, лидера партии Единая Россия, не показывают. А то посмотрят старшеклассники этот фильм и начнут задавать вопросы директору. Как же она состоит в партии, где такой лидер? Неудобно получится? В этом смысле Первый канал, конечно, удобнее. После митингов в марте 2017 года началась целая волна воспитательных разговоров учителей со школьниками, которые стали интересоваться политикой. Например, во Владимире замдиректора пригрозила ученикам изъятием из семей за посещение штаба Навального. Или вот в Хабаровске директора лицея называла Навального продуктом спецслужб Соединенных Штатов Америки и угрожала сдать детей в ФСБ. И это только те случаи, где есть аудиозапись. Сколько всего раз учеников отчитывали и пугали за их политические взгляды, можно только догадываться. Но заставить замолчать школьников ни учителей, ни у политиков не выйдет. Люди имеют право задавать вопросы о коррупции и будут это делать. А чем больше лицемерия и вранья будет на федеральных каналах, тем больше люди будут смотреть YouTube и читать соцсети. Ну и в конце просто фотография. Путин встречался с победителями Олимпиад и один парень, Егор Ябов, пришел в футболки Навальной 2018. В интервью «Дожди» он специально уточнил, что это был акт политического неповиновения, а не какая-то случайность. Так что ничего у вас, любители политических норовоучений, не получится, пока олимпиадники все понимают и ходят в футболках с именем Навального. Это была Любовь Соболь. Подписывайтесь на наш канал.